С момента появления ежедневных заданий, ни один из игроков так и не догадался о том, что я скрывал целый вайп. Зайдя на анархию и прописав команду Daily, мы можем лицезреть уникальное обновление, которое обращает развитие уже порядка трёх вайпов. Обычное обновление, которое, казалось бы, не портит экономику, оказалось настоящим дюпом. Для начала нам нужно быстренько пройти по всем заданиям, чтобы понять, что нам предстоит выполнить в будущем. Первая часть. Как все обычные игроки без доната, первым делом я отправился на РТП и приступил рубить деревья. Скрафтил деревянную кирку, сломал андерсундук и срубил голову первому зомби, так как первым моим квестом было как раз связано с убийством зомби. Неподалёку от меня располагались джунгли, там я рубанул арбуз и пару какао-бобов. Для будущих квестов рядом со мной заметил портал в ад и, пробежав ещё пару десятков блоков, нашёл предупреждающее послание на табличке, которое находилось прямо около какой-то глубокой дыры. Прыгнув вниз, разлил воду и, спустившись, оказался прямо в заброшенной пещере. Естественно, почти в каждой заброшенной пещере есть спавнер пещерных пауков, поэтому зайдя в реплей мод, обнаружил похожую на то структуру, спавнер которой скрывал анти-экс-рей. Обновил каменную кирку на железную и прокопался снизу спавнера, чтобы осветить помещение и прекратить спавн пауков, потому что они своими отравляющими укусами снимают у меня немалое количество сердец. Убил ещё парочку зомби и, услышав отвратительное шипение пауков, обновил чанки. И не зря. Сверху у меня оказалось целых два ряда расположенных спавнера, к тому же они находились в разных чанках. Посмотрев, какие задания нужно выполнить для переноса спавнеров, неожиданно обрадовался, ведь ударив молнией в одно место, я убью сразу двух зайцев. Имея при себе пару сотен монет для приобретения эндерперлов, я перепродавал эти эндерперлы в районе от 800 до 1000 монет. Таким образом, я легко накопил назначированную алмазную кирку с удачей 3 и эффективностью 4, и отправился добывать интересующие меня руды. А позже я продолжил убивать зомби для выполнения квеста. Через пару минут в чате увидел сообщение от игрока, который как раз продавал поставленный спавнер зомби. Ему я предложил всю имеющуюся сумму на балансе, а также пришлось добавить ему свою первую и единственную кирку на удачу. В любом случае, игрок мог меня обмануть, ведь это анархия. К счастью, этот игрок был честен, отдал мне приват и ушел. А знаете, что еще ушло? Правильно, этот вайб. А новый произошел 4 июля, с безумным количеством обновлений. Хотел бы рассказать про парочку. Первое, изменение аукциона в лучшую сторону. Теперь все игроки могут покупать и продавать товар на аукционе как поштучно, так и все сразу. Но для меня немало интересным обновлением являются новые данжи, которые можно залатать, используя универсальный ключ. Но про другие многозначимые обновления вы можете узнать, поиграв на сервере. IP в описании. Так, на чем я становился? Точно. Получив власть над спавнером, обустроил смыв и приступил довыполнять квест. За выполнение первого квеста я получил 500 монет. Следующий квест звучал куда проще. Собрать 256 картофеля. Так совпало, что при выполнении первого квеста зомби, я смог выбить зомби картошку. Шанс выпадения которой составляет 2,5%. Сделал маленькую грядку, прикупил 100 костей и приступил собирать картофан. За выполнение этого квеста я получил 5 слитков железа. Для выполнения следующего квеста на аукционе я приобрел топор на четвертую эффективность. И отправился рубить 256 блоков ели. В этот раз награда оказалась куда приятней, целых 24 стейка. Ни минуты не теряя, простроил высокий стол вверх и, пользуясь лайфхаком, начал прыгать вниз с зажатым шифтом. Первый прыжок оказался очень удачным. Прямо в воду. Таким методом за один спуск вниз я проходил сразу больше 100 блоков на шифте. Остальные 13 блоков прошел на вышке и получил чаровальный стол. Сломать назеритовую мотыгу. Ее мне посчастливилось купить на аукционе и, телепортируясь к спаунеру зомби, приступил к закликиванию. Один удар и я получаю кейс с титулом, с которого мне падает фанта. Скрафтил много каменных мечей, не успел соединить и три раза, как наковальня откинулась. Немного по пире продавал эндерперлов, купил железо, скрафтил новую наковальню. И соединив еще несколько мотык, задание было выполнено. Кубить 24 коровы. Отправляюсь на ртп и приступаю к зачистке местности. Остались последние две коровы и я получаю 16 обсидиана. Скрафтить 32 вагонетки с тнт. Тут можно использовать одну очень интересную фишку. Берем всего лишь одну вагонетку, рельсу и один динамит. Крафтим, ставим, ломаем и так еще 31 раз. Выполнив, получил 48 пороха. И только сейчас я вспомнил про уникальный код вупс. Ладно, отправляюсь в ад. Ведь следующий квест связан с убийством зомбифицированных пиглинов. Убил парочку, откинул на другой берег. Отбил еще десяток, умер и наконец квест был выполнен. За него я получил 16 слитков золота. Не выходя с ада, побегал и нашел биом душ. Прокопался вверх и мастерски кинув эндерперл, очутился в самом верху нижнего мира. Построил платформу для спавна гастов. Но как оказалось, им нужен именно блок Незерака. Не достроив платформу, уже появлялись первые гасты. Достроил ровно по чанкам и построился вверх, попутно стреляя в гаста. Точными выстрелами с лука пристрелил еще парочку гастов и в награду за выполнение квеста открыл первый кейс с монетами. Гениальным образом вернулся вниз с нижнего мира, ведь следующий квест мне поставил вот такую задачу. Пробежав еще несколько сотен блоков, я чудом оказался между багровым и искаженным биомом. И приступил к выполнению квеста. В награду залутал 2000 монет. Для следующего квеста неподалеку зашел в искаженный биом и стал то ставить, то ломать искаженный гриб. За этот легкий квест получил 24 стяжные фрита. На мое удивление для выполнения следующего квеста, мне далеко идти не нужно. Собрать 64 грибосвета, которые растут на всех видах адских деревьев. Раз, два, три, четыре и я получаю 4 слезы гаста. И вновь задание связано с адом. Купил седло, сел на воломерку и с удочкой в руках побежал по лаве, получив за выполнение 16 тнт. Следующий квест не может не радовать, ведь за его выполнение у меня в инвизоре появился целый тотем бессмертия. Для следующего квеста скупил ровно 4 стака хорусов, зашел в воду на спавне и стал в АФК. Итак, съедаю последний хорус и вот с наградой мне выпал один и тот же титул. Да-да-да. Заплатив пару тысяч монет за телепорт в эндер мир, построил платформу и начал агрить эндерменов. Убив таким образом 127 эндерменов, убивая последнего и получая книгу на остроту 5. Совсем рядом нашел цветки хоруса, срубил и вот такими манипуляциями выполнил этот квест. Но для следующего квеста мне нужно пролететь 640 блоков на элитры. Сейчас уже прошло около 2 недель после вайпа, а это означает, что все данжи в энде уже залутаны. Поэтому я отправился в ад, накопал золото, незерит, перепродал некоторые ресурсы и продав тотем бессмертия, наконец накопил на элитры. Полетал и задание было выполнено. И видимо не зря мне нужны были элитры, ведь следующий квест был очень непростым. Убить эндер дракона. Полетав нашел телепорт в край, призвал дракона и абсолютно точными выстрелами подсносил все кристаллы края. А позже такими же успешными выстрелами и ударами меча улетел в космос и разбился. Ой, снес почти все здоровье эндера дракону, но к великому сожалению пришли гриферы, которые хотели убить моего дракона, но у них ничего не вышло. Зато вышла стрела прямо мне в голову. Точным броском решил уйти обратно на острова края, но оказалось нельзя попасть на острова в крае в режиме боя. Поэтому еще раз попытавшись я разбился. За убийство дракона вниз кейсов с титулами выбыл Байкал, Тархун и барабанная дрога, чай. Взорвал 16 кристаллов, сломал киркой 1280, обсидиана, сломал 8 древних обломков и нашел данж прямо в каньоне. Поторговал с жителем 24 раза, взорвал 24 крипера, сделал сухой бетон абсолютно всех цветов, полетал на эффекте шалгера, открыл кейс с титулом, скрафчил стак лазуритовых блоков, обустроил формилку пещерных пауков, нашел игрока, который телепортировал меня к спаунеру торговцев за символическую сумму монет, поторговал и вот все нужные для дюпа задания были выполнены. И кстати, за то, что я поторговался с торговцем, мне дали целый ключ от данжа. Теперь настал момент перейти ко второй части. Вторая часть. Итак, прямо сейчас я нахожусь на своем основном аккаунте, с которого я для начала отличу, пожалуй, на очень далекие координаты. Ведь это анархия. И все, что я сейчас буду делать, очень легко найти и загриферить. По пути нашел незалутанный данж, а это означает, что здесь либо не было ни одного игрока, либо у них не было универсального ключа. Недалеко от данжа нашел подходящий для строительства остров и принялся строиться вверх. А чтобы не спалиться, конечно же, снес за собой все блоки. Около платформы был расположен огромный айленд, у которого одолжил 4 сундука эндерника, ну а также выкопал чисто ровную территорию, где в будущем смогу построить целую ферму эндерменов. Первым делом начал строить склад, дороги, выписал все задания на табличках и приступил к подготовке первого квеста. Убить 32 зомби. Чтобы очень быстро и постоянно выполнять такое по типу задания, я буду использовать спаунер зомби, который купил в самом начале своего развития без доната. Собрать 256 картофеля. Для этого я построил вот такой простой, но эффективный всех ферм механизм. Нарубить 256 ели. Тут мне понадобится всего лишь почти 100 ели. Пройти крадясь 1337 блоков. Чтобы быстро выполнить такое задание, я соблюдил вот такую конструкцию. Но узнав про одну очень интересную фишку Майнкрафта, с легкостью преодолел эти блоки, зажав shift при полете на элитры. Сломать назаритовую мотыгу. Казалось бы сложно, но все куда проще. Вместо того, чтобы закликивать по зомби, можно просто ломать мотыгу, моментально ломая листву. Поэтому заранее сломал парочку мотыг, чтобы их потом разрушить за 1-2 удара. Соединить в наковальне 10 предметов. Купил железные блоки и разместил наковальню. Убить 24 коровы. Построив платформу, на рандомной телепортации вскопал пару блоков дерна и отправился добывать те самые 2 спаунера, которые я нашел в начале своего выживания. Первым делом ударил молнией ровно по центру, тем самым убив 2 зайца разом. Для выполнения следующего задания разместил все виды плит и кнопок. А вот последнее задание меня полностью расстроило. И проблема была не в огромной цене за голову зомби, а в том, что я когда добыл ровно 5 голов при помощи заряженного крипера, оказалось, что я никак не смогу разместить пятую голову зомби на спаунер, потому что одна из сторон спаунера была запревачена. А если попытаться двигать эту голову через поршень, то она выпадает. К огромному счастью, задание в спаунере можно сменить за рубины. Но пока у меня не было рубинов, я размножил свинок и взорвал 222 от НТ. Тем самым забрал второй поблизости спаунер. Когда рубины были на базе, мне пришлось 3 раза сменить задание, до того момента, пока не выпало вот это легкое задание. Спаунем железного и снежного голема, а также визера. И задание выполнено. И вот второй спаунер у меня в кармане. Осмотревшись по сторонам, рядом нашел еще третий спаунер. И выполнив одно, второе, и наконец получив грацию дельфина в районе 5 блоков от спаунера, завладел третьим спаунером. Телепортировался квестом, и разместил там один из спаунеров, который поставил яйцо коровы. В очередной раз построил платформу, ведь для следующего задания мне нужно скрафтить 32 вагонетки с ТНТ. В сундук, естественно, положил ТНТ и вагонетки, а по бокам расположились рельсы. А следующий по счету квест заключался в убийстве 32 зомбифицированных пиглина. И вот, полетав по миру, нашел одну из таких фармилок, где успешно поставил точку дома. Задание убить 16 гастов в начале своего выживания я выполнял очень долго. Поэтому, пробравшись наверх ада, нашел ферму гастов, на которой в тот момент стоял игрок, с которым мне удалось договориться о фарме гастов в любое время. Выкопать 640 багрового ванилья. В аду нашел багровый биом и шелковым касанием добыл пару стаков. Тут же, вдаль следующего квеста, добыл 64 искаженных гриба. И взяв мотыгу, очень быстро вскопал 64 гриба света. Преодолеть 640 блоков на лавомерке. Пошел лавомерку, привязал и надел седло. Добыть 128 цветков хоруса. Прямо с базы полетел на ближайший остров и при помощи лука настрелял себе целый стак. Скушать 256 плодов хоруса. Не уходя с острова, добыл больше 20 стаков и сложил сундук. Убить 128 эндерменов. Как я и говорил, из острова, который я уравнял, можно сделать отличную ферму эндерменов. Что я и сделал. А работает она, между прочим, не хуже обычной. Посадить 256 цветков хоруса. Это задание очень похоже на 15-е. Поэтому оставлю вот такую табличку. Кстати, на каждом квесте я оставляю вот такие таблички, чтобы в будущем, посмотрев на табличку, быстро зайти на нужную анархию и телепортироваться в нужную точку дома. Квестов стало настолько много, что пришлось строить второй этаж. Пролететь 640 блоков на элитры. Элитры у меня присутствуют. Вест не представляет никакой сложности. А вот чтобы убить дракона края, мне придется постараться. Но я заранее заготовил 64 кристалла и точку дома на центральном острове. Взорвать 16 кристаллов. Разместил печки, переплавил песок и скрафтил кристаллы. Весты по типу добыть 1280 табсидина и сломать 8 древних обломков можно выполнить на спауне. Поторговаться с жителем. 24 раза. Нашел деревню и зайдя в реплей мод, обнаружил несколько кроватей. А позже нашел вот такую удивительную базу, в которой стояло много интересных сундуков. А также в бедроке прятались бочки с более ценными ресурсами. Но я не собирался это гриферить. Мне нужны всего лишь жители. Взорвать 24 крипера. Для такого непростого задания мне пришлось поставить спаунер криперов, заранее обустроив его в обсидиане. А в сундук положил огнево. Скрафтить сухой бетон всех цветов. К этому задание подготовился как надо. Собрал ровно по стаку каждого красителя и накопал очень много стаков песка и гравия. Полетать на эффекте шалкера. 256 блоков. Пока искал портал вендер мир, нашел спаунер пауков, который забрал себе. А позже активировал портал венд. И там полетав, нашел одну из ферм. Скрафтить стак лазуритовых блоков. Здесь все просто. А вот чтобы выполнить это задание, я потратил все свои спаунера, чтобы сделать формилку на 4 спаунера. Просто посмотрите, насколько их тут много. И вот под итог, финальное задание. Поторговать со странствующим торговцем. Как вы помните, хом на спаунере торговцев я купил еще в начале выживания. Третья часть. Теперь я создаю аккаунт в надежде первым из заданий выловить именно убийство 32 зомби. С четвертой попытки у меня удается поймать именно такое задание. И я очень быстро приступаю к выполнению всех имеющихся заданий. За которые я получу один тотем бессмертия и самое главное универсальный ключ. Телепортируем наш твинк аккаунт и очень быстро приступаем выполнять все задания. Одно за другим заданием летели как горячие пирожки. Я взорвал криперов, ломал больше тысячи обсидиана, убивал ведьм, призывал убивал дракона и буквально за 30 минут выполнения мне удалось получить как тотем бессмертия, так и ключ от данжа, а также кейс с монетами. Но это только начало. Провернув такие махинации примерно на 16 аккаунтах, мне удалось заполучить 17 незритовых слитков, 17 тотемов, а также 17 ключей от данжа. Но вдруг случается это. Вновь выполняя очередной квест, моя база находит какой-то игрок. Без раздумий он сразу меня убивает, но он даже не подозревал, что его ждет. Я очень быстро зашел во второй запущенный лаунчер из-за бафов зелья удар за ударом убил игрока, выбив с него элитры. К великому сожалению, игрок сохранил координаты моей базы. И все, что я столь долгое время строил, взорвалось мною за считанные секунды. Но не забывайте, что я успел нафармить целых 17 ключей от данжа, которые я решил использовать по назначению. Открыв все 17 данжей в различных измерениях, я получил как более ценные донатерские ресурсы, так вообще толком ничего. Просто представьте, если бы этот дюб ключей и тотемов реализовал не один игрок, как я, а целый клан из 20 и более человек. Надеюсь, тебя вдохновил данный видеоролик и ты поддержишь меня лайком. Не забывайте подписываться на канал. Всем пока!